Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Центральная тема на рынке остается все та же – это распространение коронавирусной инфекции. К сожалению, количество заболевших продолжает расти, и это страшная правда, на которую мы сейчас должны делать акцент. Это общее количество заболевших, друзья, уже приближается к полумиллиону человек. И я думаю, что в понедельник, когда мы вернемся снова к нашим брифингам и, собственно, к вебинару, когда мы также будем говорить о фундаменте, эта опланка будет достигнута. Количество летальных исходов также растет. К сожалению, как пандемию, в принципе, распространению вируса не удается локализовать. И в связи с этим я продолжаю делать акцент на то, что главная угроза, о которой мы ранее говорили, на основании чего продавали рисковые инструменты, главная угроза никуда не девается. Она остается. Поэтому, насколько не было бы заманчивым, опять же, присоединиться к ралли рисковых активов, например, по факту роста фунта европейской валюты, я рекомендую вам, друзья, не поддаваться на вот эту ловушку избыточных ожиданий и ловушку для покупателей. Потому что стоит только новостному фону снова ухудшиться. А это более чем вероятно и реально, как мы снова будем работать с тенденциями, которые предполагают агрессивные распродажи риска. Что у нас детально по финансовым активам? Нефтянка. Лову вчерашнего дня 28.38. И фактически мы закрыли тот гэп, который образовался по экспирации и вернулись к уровням, которые наблюдались на финансовых рынках в пятницу. Сейчас бренд торгуется на отметке 29.78. Мы ниже 30 долларов за баррель. Я, друзья, призываю вас ориентироваться на прежнюю цель в районе 25 долларов за баррель. Это ближайший ориентир. Это не значит, что по факту его достижения нужно будет разворачиваться. У этого рынка пока что нету дна. Почему? Потому что до сих пор две ключевые проблемы с него никуда не делись. Это проблема резкого падения спроса. Посмотрите, что происходит с мировой экономической активностью. Это очевидно сейчас по ряду индикаторов, которые являются отчасти даже опережающими. По состоянию промсекторов на этой неделе мы с вами разбирали данные по активности производственного сектора всех ведущих регионов еврозоны и в целом валютного блока активности США и активности Англии. Везде рекордный спад и исторические минимумы. Это только, друзья, начало, потому что в таких масштабах распространения вирусной инфекции о таких масштабах мы говорим фактически только третий месяц. Даже, опять же, прошлые вспышки гриппа, атипичные пневмонии, они по продолжительности составляли от 8 до 10 месяцев. Если ситуация повторится, то экономический спад уже точно отправит всю мировую экономику в затяжную рецессию по последствиям, которая будет сопоставима с экономическим спадом Второй мировой войны. Как мы работаем с нефтянкой? Поскольку есть причина говорить о падении спроса и росте предложения, ведь Саудовская Аравия и Россия по-прежнему вынашивают и придерживаются планы роста активности нефтедобычи с 1 апреля. Поэтому никаких соглашений нет, не сели они за стол переговоров, уж тем более не стали обсуждать возможности возвращения к прежним рамкам действующего аналитического пакта. Если эти проблемы, друзья, сохраняются, значит ставим на снижение цен на нефть. Рубль логичным образом будет слабеть, я думаю, что 80. Это вообще как минимум новая реальность, с ней нужно просто смириться. Когда рубль окажется в плоскости, именно в диапазоне котировок 80-85, мы снова с вами вернемся к вопросу справедливой стоимости рубля. Но я думаю, что в тот момент нефть уже будет гораздо ниже. На фоне именно сохраняющейся пандемии я рекомендую делать ставку на защитные активы. Я рекомендую покупать индекс доллара. Мы снова вернулись к юбилейной поддержке 100, 175 сейчас по индексу американской валюты. Это хорошая возможность снова зайти в долгосрочные длинные позиции, потому что уверен, рост доллара тотальный вдоль всего широкого рынка, уже не за горами. Золото 1600, еще не поздно купить и этот актив. Правда, в ближайшее время возможности могут быть и ограничены по такой активности. Советую воспользоваться текущей ситуацией и все-таки приобщиться к длинным позициям. Евро против доллара 1,0917. Бизнес-оптимизм по данным ИФА зафиксировал по показателю новый рекордный уровень 86,1 с 87,7. Тотальный спад. Друзья, количество заболевших в еврозоне тоже растет в геометрической прогрессии. В Италии уже 75 тысяч инфицированных. Во Франции 25,5 тысяч, в Испании 50 тысяч. И Испания, тоже печальная и ужасная статистика, стала еще одним регионом, который по количеству летальных исходов обогнал Китай. Общее количество смертей 3647, в то время как в китайском Хубе 3169. В Германии также растет количество заболевших на текущий момент 37 тысяч. Исходя из такой статистики, неужели у кого-то из вас возникают сомнения в том, что еврозона окажется в экономической рецессии и в настолько страшном спаде, из которого ямы, скажем, выбраться будет, ну, фактически невозможно и понадобится на это не один десяток лет. Это еврозона текущей макроэкономической конъюнктуры уже доказала, наверное, свою несостоятельность, как вот этого территориального странового единства. И в таких экономических условиях меньшее, что нужно сейчас валютному блоку. Это дорогая национальная валюта. Поэтому нужно просто смириться с тем фактом, что евро постепенно будет идти в район паритета. Сегодня я рекомендую обратить внимание на фунт, который сейчас торгуется на уровне 1.1865. Сегодня важный день, поскольку Банк Англии проведет очередное плановое заседание. И я допускаю, что мы можем услышать о новых стимулах. Вчера вышел отчет по инфляции, который показал снижение индекса потребительских цен. Давление на инфляцию оказывает еще падение цен на нефть. То есть фактически низкая инфляция, которая отстает от целевого значения, это возможность для регулятора оправдать дополнительные меры по стимулированию. Да, Банк Англии снизил уже ставку до 0,1% и увеличил объем программы количественного смягчения на 200 миллиардов. Но я думаю, что сегодня в 15.00 по московскому времени будут новые сюрпризы. И возможно будут анонсированы новые меры сверхагрессивного стимулирования. И возможно даже увеличение объема программы количественного смягчения. При таком сценарии фунт окажется под серьезным давлением. То, что британская валюта может активно ходить, мы убедились вчера. Фактически с локального максимума 1,1972 фунт потерял больше 300 пунктов фактически за пару часов. И потом также быстро восстановился. За фунтом именно рекорд по волатильности. И если, опять же, ожидания по стимулам оправдаются, фунт не составит каких-то проблем добраться до отметки 1,15. Также за очень короткое время. По индексу держим короткие позиции. СНП сегодня снижается. Цель 2000 пунктов. Это супер агрессивная цель. 2200 пунктов. Тех, кто, собственно, будет доволен уже результатом. Можно будет отваливаться, скажем, уже и на этой отметке. Друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.